Раньше мы настраивали аппаратуры, и я... А вот, Серёжа, переведи, пожалуйста. Серёжа переведёт. Всё. Я поймал. Спасибо, Серёжа. Почти поймал. Как раз нужный человек, который переводил этот фильм. Вот он и переведёт и меня. Я интерпретарь этого фильма, так что я интерпретарь Владимира тоже. Его рук и головы тела. Спасибо. Да, вот это было правильно аплодируйте, не человеческие. Вот буквально нужно было за три дня, за четыре дня перевести два фильма. That was a crazy job, because you had to interpret it within three-four days. Батхинин Дэйси. Спасибо за мёд. То, что вы видели перед фильмами, клипы музыкальные на разные духовные темы, это работы Константина Вихриева-Смирнова. Я считаю, гениальный молодой режиссёр современности. Он ко мне шесть лет ходил на семинары. Там познакомился с Сагалаевым, окончил режиссёрские курсы выше. И то, что он делает, это потрясающая вещь. Константин Смирнов is the director of those video clips on spiritual topics that you saw before the movie. He is just a wonderful director. He finished the course, his training with the Goliath. And he is just an amazing director. And his studio, Metaforafilm, is the studio that I am cooperating with and where my movie was a final cut. Теперь вот о фильме «Инструменты эволюции». Откуда он возник и что это такое? Speaking about the movie «Инструменты для эволюции». Where is the idea? Where does it come from? Маленькая предистория. В 2015 году я завершил фильм «Танец бесконечности», который передаёт открытие мастеров о самом главном в человеческой ситуации, главном источнике наших проблем, утраты связи с безграничностью, с бесконечностью, с нашей истинной природой, сутью и так далее. В 2015 году я завершил мою большую, предыдущую фильм «Танц оф инфинити». Да, «Танц оф инфинити». Это было про главный курс наших путешествий, namely, в связи между нас и инфинити, the loss of our roots with this infinity connection. И в этом фильме 35 мастеров разных областей человеческих дел, мастера пресса духовных традиций разных, мастера трансперсональной, интегральной, процессуальной, психологии, психотерапии, мастера искусств, делились своим самым главным открытием. Как обратно опрести связь с бесконечностью? И почему бесконечность является нашим главным, ничем не ограниченным ресурсом? And the 35 мастеров in different areas, transpersonal, process-oriented, art, etc., мастерс, were sharing with us in that movie why we lost our connection with the infinity and how we can restore it. Хорошо, мы получили это послание мастеров, но что делать дальше? Как каждому из нас конкретно в его конкретной ситуации начать развиваться, восстанавливать эту связь бесконечность? Как каждому из нас конкретно в его конкретной ситуации начать развиваться, восстанавливать эту связь бесконечность? И вот, наверное, одной из основополагающих интуиций для нового проекта, в том числе для этого фильма, была моя жизнь в качестве такого безуспешного духовного практика. И, наверное, одна из главных основополагающих интуиций для этого фильма, была моя жизнь, которая практиковала много спиритов, но без успеха, не успешного спиритового практичного. Благодаря физтеху и увлечениям всякими интеллектуальными вещами. Как многие из нас живут в цивилизованном мире, я был в состоянии ментального работы. Я был вложен с моим обучением, как физикой и так далее. Ну, с недоразвитым телом, сердцем и духом, конечно, как и все. И когда мне повезло в 1980-м году встретиться с легендарной московской трансперсональной группой «Контекст», ну, которую составляли вот такие тогдашние первичные трансперсонологи, переводчики Грофа, переводчики Джона Ли Ли, люди, которые были проводниками четвертого пути буржуевской работы. Я тогда серьезно стал заниматься духовными традициями, и в 1982-м году получил свое первое буддийское посвящение от 14-го Далай-Ламы, который приехал в Бурятию и я там случайно оказался в этот момент. И затем на протяжении многих лет я пытался практиковать. практиковать медитацию, практиковать практику тибетского буддизма, которую я получил от него и от других учителей в Иволгинском датсане. И после этого, за много лет, я пытался практиковать тибетский буддизм и медитацию. И полученные результаты совсем не соответствовали моим ожиданиям. Я как был, так и остался нормальным человеком, но с какими-то идеями и фантазиями, но ничего существенно не изменилось. И результаты, которые я получил от этих практиков, не соответствовали моим ожиданиям. Я являлся, что я был такой нормальный человек, с моими концепциями и идеями, как я был. Когда в стране стало свободнее и стало приезжать сюда учителя разных традиций духовных мира, я сам стал ездить за границу и общаться также в разных духовных сообществах с своими духовными братьями и сестрами из разных стран, я постепенно пришел к грустному выводу. После того, что укреплялся и больше духовных учеников начали приезжать сюда, и я успел идти по-другому и посетить много духовных коммунитетов, и общаться с братьями и сестрами, я обнаружил. Что почему-то, вот я суммирую коротко, почему-то потрясающие, невероятно ценные духовные практики и традиции, которые великолепно работали, судя по дошедшим до нас свидетельствам, во времена Будды, во времена Христа, во времена Шан-Карачьяри, в наше время почему-то работают не так хорошо, потому что нет у просветленных учеников, у просветленных мастеров, среди, по крайней мере, европейских последователей. И очень постепенно я начал понимать, что дело-то не в совершенных духовных традициях, не в совершенных учителях, которые передают, а дело в том, что мы, во-первых, несовершенны, а во-вторых, ситуация давным-давно изменилась. Прошло две тысячи лет со времен Христа, две с половиной тысячи лет со времена Будды, и мир сейчас, и человек сейчас, и среда сейчас совсем не те, что были тогда. И поэтому нам нужны обновленные представления, нам нужны обновленные навигационные карты, нам нужно обновленное знание о себе, и это обновленное знание, оно более сложное, чем то, что было в древних традициях, которое, по сути дела, описывается простой трехчастной схемой, трехуровней схемой, которая возникла еще во времена древнего шаманизма. И вкратце описывается нижний мир, средний мир и верхний мир. Вот такая схема Вселенной. И я понял, что сегодня мы нужны обновленные практики, новые навигационные карты, новые знания, которые более комплексные, чем мы видим в старых практиках, где мир был три части, как в шамане традиции, низкий мир, средний и верхний. И, по сути дела, эту первоначальную структурирующую или классификационную схему используют современные гуманитарные науки, подсознания, сознания, сверхсознания. И в быту, например, наш дом строит подобным образом. В каждом доме есть подвал, есть сан дом и есть чердак. Та же самая трехмерная шаманская схема мира. И мы видим, что тот же самый шаманикный схем в мире используется сегодняшний день. Например, в психологии это субскошность, субскошность, суперскошность. И мы строим дом с домом, с субскошем, с субскошем и с субскошем. И в отношении нашей повседневно проживаемой моментальной человеческой ситуации эти три шаманских мира соответствуют человеческий мир соответствует миру я или внутреннему миру. Верхний мир соответствует миру духовному, сущностному, божественному. И нижний мир соответствует внешнему материальному миру. причину следствию. И в нашей сегодняшней ситуации моментальной человеческой ситуации мы можем также видеть три-парт схемы. Как в центре мира это я, мой внутренний мир внутри меня. В центре мира это из-за эссенции, в святом мире. И в центре мира это связано с материализмом и решением. Ну вот, и как нетрудно понять в современном мире колоссальную игру играют бесчеловеческие отношения, наши отношения с другими людьми. Правильно? Потому что именно, например, они являются источником большинства проблем. Именно они являются причиной, по которой люди обращаются за помощью психотерапевтов. И, как это легко видеть, колоссальная, огромная важность это проблема интерперсональных отношений. С интерперсональными отношениями мы приходим к психотерапистам для решения наших проблем. колоссальную роль также играет мир систем, взгляда на мир с разных точек зрения, с точки зрения биологии, космологии, науки и так далее. И затем сведение всего этого в единую непредвречивую картину. И, в общем-то, системный подход начался, наверное, с Маркса. Был продолжен Богдановым и дальше пошел по миру. Но кроме этих четырех миров отправных, это первый, самый главный мир, начальный мир Я, затем мир Мы, мир Не Я и мир множественного Не Я. Существует также центр, серединный мой путь, который был обозначен и в Досизме, и на Гарджуле в Древней Индии, серединный путь, избегание крайности. И, в общем-то, мы можем видеть миром как четыре части мира. Первый – я, второй – мы, третий – не я, четвертый – не я, и также мы можем говорить о мидлевом и мидлевом, который был narrан в Диосизме и Нагарии и других. Ну, и, конечно, бесконечный духовный сущностный мир, который присутствует во всех духовных традициях и который отчасти был представлен через фильм «Танец бесконечности». И, конечно, the infinite spiritual sentient world which partly was presented in my previous movie «The Dance of Infinity». Я понял, что конкретное представление о развитии, конкретные навигационные карты, конкретные инструменты эволюции должны быть связаны с этими исходами шестью мирами и должны быть на сущностном уровне описывать законы развития в каждом измерении человеческой ситуации и фасилитаторы или катализаторы развития, помогающие нам развиваться. И я понял, что мы должны изучать эти шесть worlds используя инструменты для развития. Мы должны эти навигационные мастерства, 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 понимание, как развиваться. Мы должны эти правила для развития. И также катализаторы и фасилитации. Вот так, опираясь на плечи гигантов Кена Вилбера, Станислава Грофа, Минтелов, вообще всю трансперсональную традицию, российскую мировую философию, истории искусств, религии, постепенно я стал понимать вот такое большое пространство того, что я назвал системой эволюционной навигации. So the system of evolution navigation is what I realized and what I built my movie on. I used, I relied on the shoulders of such giants as Кен Вилбер, Арнольд Миндель, Стэн Гроф, also the history of arts and religions. And so I used 21 interviews with different founders of different area and traditions and practices like Дилс, Миндель, Гроф, Вилберг. So I talked with all these founders in my movie, in my interviews, and I talked with them about the most important thing we can normally talk about, like the health, the development with all the names I mentioned. Так что вот эти два фильма, Танец Бесконечности и Инструмент Эволюции, они для меня как бы составляют такой Эволюшн Ритул Китс, такой минимальный джекменский набор для эволюционеров, тех, кто заинтересован в развитии. То есть там дается некоторые подсказки, которые можно дальше развивать и собирать свой индивидуальный Эволюшн Ритул Китс. So as a result of the previous фильм Дэнс of Infinity and these current tools for evolution, I have managed to build the so-called минимальный toolkit, evolutionary toolkit, that has prompts for each of us to build our own individual toolkit for self-development. Это, конечно, мое ограниченное представление о том, что я узнал, услышал и научился у гениев. Of course, this represents my own limited understanding of what I got from the geniuses. Ну, я надеюсь, что, может быть, оно поможет через критику, через отношения, выработать людям свою позицию, свое понимание и свое знание о революции. And, of course, I hope that through your criticism and your own attitude it will help all of us and research will help all of us to build our own self-development. Кроме героев в фильме, у которых я беру интервью, но есть еще несколько героев общих для трансперсональной Вселенной. Also, besides the characters of the movie with whom I take the interview, there are also several characters of the universal nature. One of these characters is the view from the flying bird, from the cosmos, from space altitude. This is the detachment, this is the observer that sees everything. And the other non-human character in the movie is represented by sculptures of the brothers Orvis from Lithuania. Orvis Orvis I didn't know I out of them. I was in the center of Orvis of the time. I was probably all the things. The time of power of hundreds of the awesome И я просто не могу помочь, но смотреть эти скульптуры из братьев Орвитосов. В софиатских временах много трассы бомбировали все эти скульптуры, но еще тысячи этих скульптур остались. С невероятной гармонией природы камня и человека, которая выражена в их скульптурах. И это даже не о том, что я способствовать вам эту прекрасную креативность, «The Art of the Stone and Human by these Brothers». Но, наверное, и для меня очень важно то, что через эти скульптуры, как вот через башмаки Ван Гога, известная простая картина Ван Гога с башмаками, которые так прекрасно проанализировал Хайдеггер, проявляется самосуд нашей жизни и человеческой ситуации. Но это даже больше о том, что я пытаюсь показать вам такие шоуи Ван Гога, эта картинка, прекрасно анализирована Хайдеггер. Она показывает нам нашу самостоятельность, самостоятельность того, что мы делаем с нами. Ну все, хватит слов, давайте смотреть фильм. Я благодарен всем, кто помогал мне над этим фильмом. Там список спонсоров, людей, которые жертвовали деньги, помогали другим способом. Всем им громадное благодарность и спасибо за то, что помогли. И то, что благодаря им фильм. Сегодня у нас мировая премьера этого фильма. Итак, давайте начнем. Итак, давайте начнем. Субтитры создавал DimaTorzok